Привет, друзья! С вами Янган и это обзор баскетбольных кроссовок Adidas The Rose 5 Plus. Это пятая по счету модель звездного защитника Чикаго Деррика Роуза, главного лазаретчика Лиги и обладателя титула Хрустальная коленка. То самое удивительное, в этом году он даже умудрился в них поиграть. Скажу честно, мне не по нраву дизайн пятых Роузов. Массивные, высокие, а эти боковые ставки так вообще напоминают мне ослиные ушки. Но главный недостаток кроссовок Adidas The Rose 5 Boost это их несоответствие заявленному размеру. Поверьте, друзья, за все те годы, что я занимаюсь баскетбольными кроссовками, столь мощного несовпадения я еще не встречал. Моя стандартная девятка велика мне как минимум на полразмера, а то и больше. Но ребята на форуме отмечали мисс-мэш аж на полтора размера. Согласитесь, подобное несоответствие, оно просто неприемлемо. Но даже если случится великое чудо, и вам удастся таки подобрать нужный размер, не факт, что подгонка кроссовок по стопе вас полностью удовлетворит. Опять-таки, из-за большой высоты и резкого подъема, при надевании кроссовок на ногу шнурки придется расслаблять. В итоге, процесс шнуровки не быстрый. К тому же, есть шанс сильно перетянуть ногу. Либо наоборот, шнуровка может получиться недостаточной. Так или иначе, золотая середина достигается не сразу. И это однозначный минус. Adidas Dero's Five Boost это далеко не самые комфортные баскетбольные кроссовки. Да, у них достаточно набивки, а внутренняя выстилка представлена приятным материалом. Но вся проблема заключается в чересчур жестком внешнем боковом пластике. Так вот, во время игры он может сильно дымить на костяшки и вызывать натирание. Как и было у меня. С конца 2014 года было выпущено немало расцветок пятых розов, которые продолжают издаваться даже сейчас. Давайте скажем прямо. Амортизация большинства Adidas Dero's Five кроссовок полное говно. Но в темноте забережил кучу светлых. И у компании появилась новая надежда. Это и о технологии Boost, если кто не понял. Рекламные ролики с участием самого РОУ заготовили нас к настоящей революции. Boost is for real. Boost changes everything. В пятых роузах буст формирует митсоль и располагается на всем протяжении стопы. Он состоит из объединенных друг с другом плотных гранул, которые внешним видом напоминают пенопласт. Технология буст воистину а**енна, в этих кроссовках невероятно круто прыгать и приземляться. Она запросто гасит всю ударную энергию и возвращает ее с топов, и в этом плане буст не отстает от своих конкурентов. Синий материал, идущий по всей длине подошвы, это технология торшин. Она прекрасно защищает наши ноги от скручивания. Немаленькая высота кроссовок, шнуровка, представленная аж девятью рядами глазков, а также наличие боковых пластиковых вставок позволяет добиться очень плотной фиксации голеностопа. Честно говоря, для меня остается загадкой, зачем Дереку Розу требуется столь мощная протекция данного сустава. Ведь как известно, чем сильнее мы защищаем голеностоп, тем больше загружаем колени. А больные колени Дерека Розы – это слишком печальная песня. Блин, пока писал текст данному обзору, наш герой умудрился словить очередную операцию на колени. Ну что за б**ть, а? Дерек, ну слабо следующую модель серии сделать низкой, а? Обладая столь мощной фиксацией голеностопа в пятерках, основательно снижена мобильность в данном суставе. В итоге у нас нет то легкости и раскованности, которые присутствуют у низких игровых моделей. И даже несмотря на это, носиться по партизу приятно и легко. Но будь эти кроссовки низкими, то была бы уже совсем другая тема. Поговорим о подметке Adidas Derous 5 Boost. Вы не поверите, но при ее создании было использовано аж три типа материалов. Традиционная и более мягкая прозрачная резина, а также пластик. Рисунок протектора представлен многочисленными прямоугольниками. Глядя на столь сложное строение подметки этих кроссовок, понимаю, что дизайнеры действительно постарались и подошли к вопросу тракции по-немецки да тошно. Это не могло не сказаться на результате. Поучившаяся в итоге сцепка радовала меня не только на пыльном покрытии, но и на очень пыльном. Тракция не подводила меня ни в переднем и заднем направлении, ни при боковых движениях. Таковая стенка кроссовок представлена технологией Sprint Wear. Она содержит большое количество вентиляционных отверстий, обеспечивающих достойную циркуляцию воздуха. В результате мы имеем классную вентиляцию. Настало время подвести жирную черту. Главные недостатки кроссовок. Их достоинства. Вообще баскетбольные кроссовки Adidas Heroes 5 Boost оставили у меня несколько противоречивые ощущения. С одной стороны они предлагают нам классную тракцию и потрясающую амортизацию. Мягкую, отзывчивую, а главное долгоиграющую. А с другой все эти сложности с подгонкой, их дискомфорт, несоответствие заявленному размеру. Adidas, блин, как всегда в своем репертуаре, делая мощный такой уверенный шаг вперед, они продолжают делать два шага назад. Но если ответить на вопрос, стоят ли они своих денег, то я обеими руками и ногами голосую за. Ну что, друзья, на этом все. Продолжайте подписываться, лайковать, репостить и так далее. А с вами был Янган, для сайта кроссовки Never. Как всегда, кроссовка дотошна и с юморком. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова